Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня тема нашего разговора «Что не любит крыжовник и смородина?» Это два самых распространенных ягодных кустарника наряду с малиной и клубникой в наших садах. Но не у всех получается вырастить действительно достойный урожай. У кого-то ягода мелкая, у кого-то лист желтый, кто-то не хочет расти. Так в чем дело? Что мы делаем не так? Или не делаем? Что любит и что не любит этот действительно ценный кустарник. Кстати, чем же он на самом деле ценен? Дело в том, что крыжовник по праву называют северным виноградом за высокое содержание сахаров и очень изысканный сахарокислотный индекс, то есть соотношение сахаров и кислот, что позволяет получить из его ягод не только вкусное варенье, но и очень хорошее ягодное вино. Ну и, конечно, витамины, микроэлементы и биоактивные вещества. Что же тогда говорить о смородине, которая является настоящим кладезем витамина С, антоцианов и биофлавоноидов? Итак, как получить действительно хороший урожай и учесть, что же не любят крыжовник и черная смородина? И исходить здесь нужно исключительно из биологии самого кустарника, из его строения, из его предпочтений. И крыжовник, и смородина – они растения теневыносливые в какой-то мере, потому что не так давно еще вышли из наших лесов, но все-таки предпочитают солнечные участки. Черная смородина мирится с легким затенением, но в этом случае урожай постепенно падает. Более того, в тени черная смородина, как и крыжовник, легко поражаются мучнистой росой, поэтому выбираем для своих кустов солнечные открытые места. Второе, что не любят ни крыжовник, ни черная смородина – это загущение. Крыжовник вообще отличается крайне высокой побегообразовательной способностью и склонен к загущению, поэтому обязательно во время обрезки удаляем лишнюю поросль, оставляя только 3-4, максимум 5-7 хороших веток на возобновление, при этом не забывая удалять старые от плодоносившие. В таком случае куст будет хорошо продуваться, много питания от корней пойдет именно целевым нашим ягодам, нашему урожаю, а не будет расходоваться на ветки, которые вы все равно вырежете. Третий момент, который нужно учесть при выращивании этих ягодников – они не любят иссушение. И смородина, и крыжовник чувствительны к засухе, чувствительны к недостатку воды. Если не хватает полива, то у смородины лист становится светло-желтым, резко сокращается прирост, ягода мельчает. У крыжовника то же самое. Ягоды не набирают достаточного количества сахара и остаются мелкими. Более того, пересушенные кусты, которые испытывали дефицит воды, плохо подготовленными уходят в зиму и могут легко подмерзнуть. Кстати, крыжовник очень чувствителен как к зимним холодам, так и к возвратным заморозкам и легко может подмерзнуть. Поэтому период, особенно формирования ягод, его налива, обязательно обеспечиваем свои кусты крыжовника и смородины достаточным и равномерным поливом. Что это значит? Это значит, что на каждый квадратный метр, который занимают ваши кусты, должно приходиться хотя бы 4-5 бедер воды. Полив обязательно вносим в 2-3 приема в течение дня. То есть поливаем сначала 1-2 ведра, она впиталась, потом вносим остальную воду. Так мы делаем для того, чтобы вода не растекалась по площади, не уходила из зоны корнеобитания, а поступала именно туда, куда нужно. Дело в том, что и у смородины, и у крыжовника корневая система сосредоточена на небольшой глубине, буквально 10-40 сантиметров. И особенно смородина очень чувствительна к пересыханию верхнего слоя почвы. Это сразу отражается на ее состоянии. Поэтому в засушливую погоду, когда вы видите, что дождей уже нет давно и не предвидится, пожалуйста, хорошенько пролейте свои кусты. И после полива обязательно их замульчируйте. Еще одна проблема, о которой мало кто знает из садоводов, это перегревание корней. Дело в том, что и смородина, и крыжовник очень чувствительны как к слишком низким температурам зимой, так и к высоким температурам летом. Как только температура почвы поднимается выше 25 градусов, рост корней останавливается, то есть они уже не могут работать так эффективно, как раньше. Спасти вас может только мульчирование после полива хорошим мульчирующим материалом. Что это может быть? В первую очередь это, конечно же, растительные остатки. Это подвяленная, скошенная газонная трава. Это измельченная солома. Это может быть льно костра. Любой мульчирующий материал, который вы должны насыпать, хорошим слоем сантиметров не менее 7-10. В таком случае мульча обеспечит хороший температурный режим, предотвратит пересыхание почвы, а зимой защитит корни смородины и крыжовника от подмерзания. Итак, основные правила, что не любят крыжовник и смородина. Загущение, пересыхание, перемерзание и затенение. Если вы учтете эти правила и обеспечите своим кустам уход, поверьте, ваши кусты проживут очень много лет. Ну, по крайней мере, как вот этот куст, которому уже пошел 50-й год. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, смотрите, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»